здравствуйте вы не блогер случайно как жалко я вот блогеров собираю российских еще раз по не услышал понятно ну вот вы можете в принципе прямо сейчас объявить себя блогером ну естественно я сейчас не буду вам говорить а уже в конце когда будем прощаться может это сейчас произойдет может там через какое-то время если я сочту нужным я вам расскажу как называется канал я вообще так вот скажем так я очень молодой начинающий блогер и я честно говоря так вот сходу никогда не говорю название своего канала мы вы с вами встречались на какую тему мы разговаривали ну вот видите может быть но я что-то не помню это неважно из какого вы меня запомнили с какого я города а город харьков на самом деле а вы из какого города иркутская область понятно может у вас какие-то вопросы есть молодому блогеру начинающим давайте я вам задам такой вопрос да сегодня вот новость была что в русском лото двое выиграли один санкт-петербург и один санкт-петербург и выиграли миллиард рублей то есть по 500 миллиона рублей вы знаете я ну вот вы из прошлого нашего общения помните кто я такой я уже не помню я со стакими общался я вот я вам расскажу я бы потратил я эти деньги разделил бы на две части одну бы половину от 500 миллионов рублей я бы потратил на помощь нашим военным потому что я специалист по ну подождите давайте вы меня не не будете перебивать я же говорю а вы меня перебиваете не понял уточните просто уточняющий вопрос нашим военным это как ну нашим военным вы понимаете что я из города харькова я понимаю какие это могут быть наши военные еще я да я специалист по вооружению я доброволец видите вы начинаете вспоминать вы понимаете что я половину этой суммы потрачу на дистанционно управляемое вооружение причем более серьезное чем вот эти многоствольные вещи подождите пожалуйста а вот вторую половину есть очень хорошая такая тема дело все в том что есть такой прибор он называется масс спектрометр он известен достаточно давно но вот уже такие очень серьезные разработки им уже лет по 50 и вот эта штуковина она обладает чрезвычайно ценными свойствами можно например вот если у вас есть скажем лимонная кислота можно определить при помощи этого замечательного прибора где она сделана каким способом и из чего то есть можно однозначно сказать что это лимонная кислота произведена например химическим путем что она произведена например из лимонов из лимонов какого сорта или например из апельсинов этот замечательный прибор он это вот эта технология она чем-то напоминает технология отпечатков пальцев то есть анализируя отпечатки пальцев мы можем точно сказать какой человек оставил это конечно так сказать аналогия сравнение какой человек оставил свои отпечатки кто брался за так сказать этот предмет вот это замечательная так сказать тема и вот к сожалению так сказать и у нас и у вас есть такая тема как подделки лекарств как качество пищевых продуктов как качество товаров которые мы получаем так сказать пластма качество пластмасс там содержание вредных веществ и так далее и вот использование этого прибора на так сказать благо людей чтобы вывести так сказать нечистоплотных и так сказать скажем так жуликоватых людей которые ну предпринимателей которые подделывают лекарства подделывают так сказать выпускает некачественные пищевые продукты и так далее опасные для жизни вредные пищевые продукты это очень классная технология к сожалению сейчас это приборы чрезвычайно дорогие и достаточно большие то есть это пол комнаты вот надо заняться технологией которая бы позволила подобные приборы масс спектрометры выпускать скажем так доступные для использования то есть чтобы его имела смысл использовать для на благо потребителей чтобы люди не покупали поддельные лекарства не покупали продукты которые оказывают вред здоровью для этого надо иметь так сказать технологии которые так сказать усовершенствовать вот этот прибор раз и собрать вот эту картотеку отпечатков пальцев картотеку масс спектров самых разных которые позволят совершенно точно сказать что вот это например некачественное вредное масло было выпущено именно на этом заводе вот из этого пальмового масла которое было поставлено вот из этой вот страны вот эту технологию надо пустить на пользу людей вот на что бы я потратил вторую половину так сказать этих денег я вам скажу любой любой прибор нормальный хороший прибор если его делают доступным для потребителя он теряет свои свойства почему 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 если любой любое измерительный прибор например для широкого пользователя технишовым у него становятся пределы измерения системы другие я в новосибирске знаете когда где-то в году 92 хотел купить этот радиацию измерять радиометр да он бытовой бытовой спокойно лежал в магазине я прямо взял в магазине я его включил и короче у меня получилось раз в 10 или в 20 радиационный фон в этом магазине больше чем должен быть я продавщицам сказал либо вот это вот так либо вам здесь работать нельзя это практически со всеми нормальными приборами потому что если нормальный прибор нормальный который имеет нормальный предел измерений и нормально ну как бы функционирует именно так как он должен функционировать он должен всегда проверяться у него идет госповерка через определенное время вот если масса он это выпустит вот я предлагаю всем другое то есть вот так у нас сейчас например да алкогольная продукция через через специальный терминал и она показывает настоящий то есть у нее у каждой водки у каждой свой номер проверяешь у нас было вот даже запускалась бесплатная программа называется егоист запускала бесплатная программа для определения я у себя все у меня было вино коньяк я все определил где она выпускалась когда в принципе у меня поддельник не оказалось я понял ну вот видите ли в чем дело это система она уже везде я понял она работала по моему с марта или с апреля прошлого года видите ли в чем дело то о чем я говорю это должен быть прибор для профессионального использования то есть иметь у себя на кухне масс-спектрометр смотрите например у следователя да у прокуратуры там или у мвд у них есть приборы которые определяют там биоматериал там все это дело есть определяет для профессионального использования а просто обывателю зачем вот эти вот так вот я же говорю что это не для обывателя но дело все в том что применение масс-спектрометрии даже так сказать в серьезных профессиональных целях сейчас ограничивается тем что эти приборы к сожалению так сказать достаточно редкие и еще скажем там есть над чем поработать я не говорю о том что на каждой кухне должен стоять масс-спектрометр для личного пользования это об этом не идет речь теперь вот про эти про минометы которые у вас там ну не минометы они как ну это гибридная война и гибридное оружие это гранатомет миномет да там этот у вас РГД применяется да РПГ-7 РПГ-7 вы знаете что вот вы вот говорите что нет осколочных зарядов для РПГ есть есть они уже давным-давно производят они давным-давно производятся где правильно с какого года в каком году а дело в том что они приняты на вооружение в 1999 году вот боеприпас который называется ОГ-9 осколочная граната ОГ-7В вот осколочная граната для РПГ-7 с индексом В вот она принята на вооружение в 1999 году в России и вот ваш майор Старков который вез КАМАЗ боеприпасов нет давайте подождите секундочку нет это не фейк это не фейк это то что это вот майор Старков когда был изловлен с КАМАЗом боеприпасов которых он вез так вот именно в этом КАМАЗе боеприпасов что что сначала сказали что это была легковая потом она нет 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 это у вас в голове сказали КАМАЗ боеприпасов который вез майор Старков и вот именно там значительную долю вот этих боеприпасов занимали вот эти вот ОГ-7В которые вез майор Старков которые производство 2004 года выпуска с документами российской воинской части откуда они были взяты чтобы вы понимали до какого года на Украину поставлялась эти боеприпасы никогда не закупались Украиной из России нет мне понимаете мне это вообще до фонаря я понимаю что вам это до фонаря до фонаря потому что я на самом самом начальном этапе сомневаюсь что его вообще поймали и что это а то что его поменяли вы мне скажите подождите а то что на Украину приходили когда-нибудь вообще к нам на Украину приходили болгарского производства но не осколочно фугасные а термобарические боеприпасы а вакуумные ну не вакуум вот это то что вы называете вакуумные это на самом деле называется термобарические боеприпасы есть болгарские я их ни разу не видел они очень редкие а вот то о чем я говорю боеприпасы 2004 года которые вез майор старков для ваших боевиков вот это именно они были взяты так сказать в российской федерации и более того там в этих упаковках были была документация из вашей воинской части какой она была взята он именно вез вот эти боеприпасы что что конечно смешно для вас амдля эти факты были замалчивались всячески вашими средствами массовой информации а зачем это нужно обсе у них не стоит такой задачи европе вообще честно говоря насрать на нас чтобы вы понимали такую задачу они бы никуда не это ваше предположение дело все в том что мы должны сами защищаться это мы должны излавливать ваших майоров старковых за нас никто воевать не будет потому что ваше государство как лживое и подлое и не соблюдающие международных договоров на нормальном человеческом языке а я вам говорю на нормальном человеческом языке у меня еще один вопрос вот смотрите у вас эти многоствольники да то есть вы говорите что это очень большое преимущество эти многоствольные эти РПГ с этим с ситуационным управлением но это слепые РПГ это же не не наводящиеся ракеты что значит слепые ну это они полетят куда угодно как это полетят куда угодно разве противотанковый гранатомет это не является достаточно точным оружием используется специальный прицел который называется выбачатор который смотрит на цель на ваших балбесов а ствол поднимается на заданный угол я смотрел вашу установку я не увидел во-первых ни прицела во-вторых ни наведения никакого не увидел там просто стоит тренога на ней вот эти вот куча этих РПГ и просто куркам сделаны ну чтобы дистанционно отключать видите ли в чем дело мы же во-первых показываем старье которое уже так сказать давно засветилось на фронте понимаете или нет я понимаю что можно ли так вот смотрите дело все в том дело в том что зачем создавать то что уже создано давно не ну это так сказать а что именно создано давно расскажите мне какие системы как они называются какие как они называются ну какие системы как они называются ну я не знаю зачем архаичные вот этот РПГ я вам объясняю РПГ да 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 я вам объясняю смотрите дело все в том что что является нашим противником прежде всего это пулеметная точка или взводный или ротный ваших боевиков опорный пункт он никуда не убежит война у нас странная то есть то можно стрелять то нельзя просто с обычного миномета накрыл ага я понимаю вы когда-нибудь были на фронте не посчастливилось вот смотрите если я приеду на взводный опорный пункт то на взводном опорном пункте нету своего миномета чтобы вы понимали это надо звонить в рот РВП роту вогневой и просить их накрыть цель из миномета понимаете а это взводный опорный пункт получает 50 процентов из этих выслушников они просто не будут этого делать послушайте меня я работаю с теми людьми которые сами просят меня это сделать я утром приезжаю а днем мы ведем огонь по вашим тварям понимаете не я не понимаю вы не понимаете так вот смотрите так вот смотрите так вот смотрите секундочку у меня ассоциация вашего миномета и вот это вот с теми танками когда во время Великой Отечественной войны не было танков вот например в Одессе да брали ну это я понял о чем вы говорите эрзацы такие бронированные трактора они видели ни разу такой модели танка ему доказалось что такое так вот смотрите дело все в том что у взводного опорного пункта нету своего миномета то есть чтобы получить поддержку из миномета им надо куда-то звонить просить давать целеуказания и так далее а у нас взводный опорный пункт получает свой миномет который стоит в стороне от позиций он окапывается у него навесная траектория не на стильная похожая на прямую палочку она навесная то есть он может например стрелять будучи за бруствером который не простреливается непосредственно стрелковым оружием он постоянно даже вот эта установка которая так сказать наводится вручную она 24 часа в сутки держит под прицелом ваш так сказать взводный опорный пункт ваш блиндаж ваш опорный пункт с гранатометом или с пулеметом а а вы мне скажите вот что например мешает со стороны Донецка просто раскатать ваш пункт вместе с этими вашими установками минометами а вот если они попробуют раскатать то тогда выйдет артиллерия и вставит вашим так что они потом поедут нет это не пугач это та штука которая пристреляна по вашему пулеметному гнезду вот я приезжаю на фронт и мы с четвертого выстрела из этой установки залепили осколочно-фугасную гранату 9 прямо в этот самый в амбразуру вашего пулеметного гнезда которая находилась в 550 метрах от нашего от нашей установки понимаете после этого ваш упорный пункт раскатали ничего подобного более того этим летом эта штуковина оказалась чрезвычайно удачная для противоснайперской борьбы я вам объясню почему вот смотрите под светлодарской дугой что что потому что живого человека ну конечно вот дело все в том вот одно из наших очень хороших подразделений воевала на так сказать вблизи от светлодарской дуги какое не скажу какое что что это секрет ну зачем это отдельное разведподразделение зачем вам это нужно вот оно воевало недалеко от светлодарской дуги на одном из скатов светлодарской дуги и вот там работал ваш снайпер вы если специалист вы знаете кто прикрывает снайпера когда снайпер работает вот обычно по военному уставу прикрывает пулеметчик то есть снайпера прикрывает пулеметчик они обычно работают в паре снайпер и пулеметчик или два пулеметчика и снайпер иногда даже невозможно когда работает пулемет работу снайпера 横 определить чрезвычайно тяжело откуда выстрел вообще этот выстрел произошел и так далее понимаете то есть под работу пулемета Снайпер лепит свой выстрел. Так вот, была нестандартная ситуация. И против нас воевал не пулеметчик, прикрывал снайпера, а снайпера прикрывал гранатометчик с АГСом, с автоматическим гранатометом. Вот. И вот оказалось, что эту штуку из укрытия, которая не простреливалась непосредственно, так сказать, на стильной траектории пули снайпера, вот этот район, где они предположительно должен был быть снайпер, обработали из восьмиствольной вот такой установочки. Вот. При этом с восьми мин за двухсотили вот этого вот гранатометчика, который поддерживал снайпера, он был местный, так сказать, это самое, откуда-то там из этих донецких балбесов. Вот. И не понимал, потому что ваш, так сказать, майор, который не понимал, что происходит, он высунулся посмотреть. И рядом легла одна из вот этих восьми мин. Вот. Он в ящичке поехал в сторону Ростова в двухсотом состоянии. Есть видео с беспилотника. Это вы говорите про разведку. Это я вам говорю, что разведподразделение работало против ваших позиций на склоне Светлодар, на скате Светлодарской дуги. Это было не разведку. Ну, у нас же же война окопная, и разведподразделения тоже работают. Ну, то есть, не поспечали? Ну, работают как работают, потому что это действительно мотивированные, так сказать, очень подготовленные, очень классные ребята. Вот. Есть видео с беспилотника, как этот ваш высовывается и мином рядом кладется. И есть радиоперехват. Вот. Я когда приехал туда, вот, к сожалению, когда было вот это вот, так сказать, этот самый, вот они работали, меня там не было. Я приехал буквально через три дня после того, как у них это получилось. Вот. Настроение в нашем подразделении было очень приподнятым. Они мне показывали видео с беспилотникой, давали послушать радиоперехват. Вот. С той стороны, так сказать, моральное, так сказать, воздействие, судя по, так сказать, общению этого радиоперехвата, было крайне, так сказать, негативным. Вот. А вы для этого, так сказать, это надо. Вы делаете гранатометы, вы делаете их до сих пор на свои деньги? Я сейчас получаю помощь от подписчиков моего канала. Ну, от подписчиков. А вы же собирались обратиться, ну, в это, в правительство там, чтобы вам выделили какие-то... А чиновникам это не интересно, у них есть свои, так сказать, задачи. Что-что? А это мелочи. Это мелочи. Это много, так сказать, геморроя, а, так сказать, суммы там очень небольшие. Как это провести официально? То есть денег там не своровать? Это самое... Это неинтересно нашим чиновникам. Я работаю не в интересах чиновника. Я работаю не в интересах чиновников. Это там малое производство и денег там не своровать. Совершенно верно. Не распилишь это самое. Да. Поэтому я, именно я этим занимаюсь. Сейчас вот, например, есть маленький заводик в Тернополе, который освоил выпуск этих штуковин. Уже в усовершенствованном варианте. У них уже есть свои варианты этого дела. Тоже называется ЛЭСЯ. Немаленькими партиями их делают. Тоже на волонтерских началах. На добровольных началах. За свои деньги. И деньги, которые они привлекают, так сказать, небойдужих украинцев. Я думаю, что я очень большой фанат гражданского общества. Я считаю, что государство, так сказать, в виде их чиновников, это ерунда. У нас есть свое ядерное оружие у Украины. У нас. Да, это мы. Это, так сказать, наши, так сказать, смелые, инициативные и талантливые военные. Это наши небойдужие люди. Вот. Это, так сказать, те, кто, так сказать, это добровольцы наши. Так а чё же вы в президенты убегаете? Мне не надо идти в президенты. У меня есть свое дело. Лично я, нет. Лично я увольте. Это самое. Я знаю, так сказать, за кого я буду голосовать. Лично мне не надо в президенты. Более того, я даже считаю, что люди очень портятся. Из-за того, что идут в политику. Я, так сказать, хочу жить с чистой совестью. Ну, чистой совестью у вас уже не портятся. Вы людей не портятся. Это противник. Это противник. Вы знаете, у меня дядька родной. И время и время поставят всё на своё место. Не сомневаюсь. Вот у меня дядька был добровольцем в 43-м году. Ему исполнилось 18 лет. И он пошёл воевать против, так сказать, солдат уже немецкого фюрера. Я же воюю не на вашей земле. Правильно. А это вы, ваши боевики, пришли на нашу землю. Нет, разница очень большая. Как это, какая разница? Не надо передёргивать. Я добровольно помогаю людям, которые защищают мою землю. А не воюем на вашей земле. Добробатом. Нет, это не только Добробатом, а и прежде всего я помогаю вооружённым силам Украины. Вооружённым силам Украины? Нет. Вы были на фронте когда-нибудь? Нет, не было. Ну вот вы не были. Вы мне рассказываете о том, что там есть и чего нет. Да я и так понимаю, что там было. Ну, понятное дело, что вы понимаете. А про майора Старкова не понимаете. Не знаю. Настоящую, которая, так сказать, на документы, которых у него выписали. Была использована девичья фамилия его жены. Это стандартный приём. То есть взяли девичью фамилию его жены, Овсянникова, и вставили ему вместо фамилии имя и отчество, ему оставили то же самое. А вот девичью фамилию его жены, как раз на эту фамилию были выписаны ему документы. А подпись в этих документах у него начиналась с буквы «С». И кроме того, у него была карточка Сбербанка России, именно уже на его настоящее имя. И подпись в этой карточке именно совпадала с подписью его фальшивых документов. Он с этой карточкой попёрся, да, и повёрся. Да, он с этой карточкой в кармане попёрся, да. Вот такие у вас майоры, красавцы. Конечно, не знаете. Это крайне неприятный факт. Что-то самое, как в Лондоне там, да. Да, 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 да. И вышли в доле секунды с одного самолёта одинаково. Да, и вот с майором Старковым произошёл обсерон, я прошу прощения. Поэтому в ваших СМИ был полный игнор этого дела. Песков. Разговаривал с ВСУшниками, с бывшими ВСУшниками. Разговаривал конкретно с Пекарем, который из Киева. И почему-то все ВСУшники ловили по одному Песковскому десантнику. Каждый ВСУшник. Вот он каждый... Я знаю, вот раньше служили в Монголии. Каждый, кто служил в Монголии, продавал горячий кирпич и продавал танк. Вот тут такая же самая фигня. Каждый ВСУшник ловил Песковского десантника. Вы знаете, очень большое количество ваших военных в 2014 и в 2015 году были поменены неофициально. Дело в том, что когда я ему сказал, что он врёт, он так сразу оживился. Вы знаете, я не знаю, так сказать, с кем вы общались и что это было. Я вам могу сказать, что очень большое количество ваших кадровых военных было поменено неофициально тут же, так сказать, в моменты горячих фаз боя. Посмотрите, например, видео... Вот я помогаю очень серьёзно батальону Донбасс-Украина. Батальону номер 46 Донбасс-Украина. Вот. У них, так сказать, там леся то такое, неважно. Короче говоря, посмотрите видео Донбасс-Украина и русские, российские пленные. На ютюбе есть это видео. Посмотрите, у вас не останется сомнений в том, кого взял в плен Донбасс-Украина. Добрый, до свидания.